В это утро жители приморского городка в Калхиде ожидал сюрприз. Афиша возле базара приглашала не в заезжий цирк за плату, но совершенно бесплатно на операционный стол. Она предлагала стать красивыми или, если научно, прибегнуть к разработанным методам хирургического извлечения дефектов носа. Тбилисским медикам требовалось накопление дальнейшего материала. Нам интересны эпизоды в фильме, а людям красота. Которая, как известно, страшная сила. Всякое было у той афиши. Одни веселились, другие загрустили, а кто-то к радости нашего доктора и задумался. В том числе познакомьтесь и наша Манана. Впрочем, это потом она стала наша, а тогда была просто Мананой Чолария. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Батонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, сколько писем. Ваши носатые пишут и пишут. Делать им больше нечего, а? Сердце мое полно горечи и боли. Вы единственная моя надежда. Это для меня вопрос жизни и смерти. Разве 27 это конец жизни? Все время ходить на работу переулками, входить в кинозал, когда погаснет свет. Собралась замуж, но его родители не дают ему жениться из-за моей внешности. Дорогой Мэтр, не в первый раз вы оказываете помощь нашим актерам. Я готова приехать в любой срок. Поставьте меня на очередь. Сами знаете, одно дело задуматься, а другое решиться. Наш доктор был весьма красно лечив. Но попробуйте сами в чем-нибудь убедить крестьянина. Мало ли что напридумает там, в вашем городе. Глава дома Батона Индиго долго держался. Советовался молча со всеми членами семьи и наконец заговорил. Он сказал, что все верно, дочь уже на выданье. И что нос у нее сейчас, увы, в его отцовскую породу. А должна она быть похожа на красавицу маму. А если так, то по рукам. И надо немедленно уважить народные обычаи. Тем более, что вино Одессы в этом году особенно удалось. Пусть теперь доктора потрудятся. Сохранить красивую красоту. Доктор Валида Долица. Кто дождается с недостатком, помочь им. Чтобы стали красивее, создали семью и они тоже имели бы счастье. Вот, например, из Дальнего Востока я получила недавно телеграмму. Доктор Амалия Пчелкина. Спасибо большое, моя спасительница. Она помирилась с мужем. Абсолютно безболезненная операция, если будет нормальная анестезия. Доктор Верико Кончавель. Да, операция безболезненная. В некоторых такой профиль, такое сложение лица, что это исчезнет. Доктор Гурам. Гигиена Ишвини. Знаете, изменуется так, что сам мы потом недовольны. И просят, верните мне свой нос. Откуда мы вернем? Так что в тех случаях сделаем, когда это правда даст какую-то пользу. И больная будет довольна, и пациент, и мы тоже будем довольны. Стало бы, так решила судьба, и рано утром Ротча Лария торжественно сопроводил свою наследницу навстречу неведому. И даже автобус оттяжелел под грузом надежды. Что ж, давайте посочувствуем людям. Кто из нас не сидел вот так под дверями, скажем, зубного врача? А ведь нос не зуб. Тут чего только не приключиться. Боже мой. Боже мой. Это ж тот человек без носа. Ну пусть я на войне бы отрубили, или на дуэли. Или хоть сам был бы и причиной. А то так вот пропал. Задаром пропал. Не за грозь. Куда же я с этой пасквильностью покажусь? Сделайте, милость. Нет ли средств? Ну, так, представьте, пусть нехорошо. Ну, лишь бы держался. Я рукой могу подпирать при опасных случаях. К тому же я и не танцую совсем. Не танцую, чтобы вот эту опасность создавать. Прошу вас. Сделайте мир. Представьте, ну, как-нибудь. Слышь, Вахтань, будь братом, скажи, ты правда так можешь? Нет, не подправить, а вот так, когда совсем нет носа. Без носа. Ну, очень трудно, но можно, да. Или мода пошла, или что-то пошла. И вот доктор Вахтан Куцидзе. У грузинов, в армян и в Азербайджанах, это сакавказские республики, это у всех какие-то... Неполадки. Неполадки, вот эта волость, значит. Даже я назвал так, краевая патология, я назвал вот эту. Как фамилия Турманидзе? На кого она похожа? На вас или на отца? На отца? У отца большой нос? Да, у меня ведь тоже большой, но мою дочку первую, что на меня похожа, вы прооперировали. Просто не узнать. А-а-а. А ну теперь сама покажись. Нет-нет, покажитесь, мне интересно. У мужа высокий нос? Не хуже моего. Значит, у девочек ваш нос? Наверное, мой. Если делать, то совсем чуть-чуть, чтобы что-то общее с дочками было. Ага, видите, значит, мой нос лучше, чем ваш. Да-да, матери тоже надо сделать. А почему, знаешь? Догадываюсь. Ну, почему? Чтобы не говорили, что мы прооперировали. Верно. Жених придет и сначала проверит, на мать посмотрим. С нее все начинается. А что с сыном твоим будет? Ну, не важно, я уже замужем буду. А надо будет, и сыну новый нос сделаю. Между прочим, хорошая мысль. Приведешь тогда сына. Значит, решили? Да? Конечно. А, ну, все-таки я еще раз. А тут не стоит. Тогда я не буду артисткой, буду рожать детей. Познакомьтесь. Это Шура Сорокаумова. Наша Шурочка. А вам кажется, что не надо мне делать. А вам кажется, что не надо мне делать. А как, а вы, что вы думаете? Я устала просто. Мне мое лицо нравится, честно говоря. Я… 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 13 лет назад я имела возможность сделать операцию. Ну, я тогда испугалась, и потом подумала, что… А что вы испугались? Только того, что потери индивидуально. Только этого. А, да. Не важно, какой нос. Ленипуха. Вот. Пэппи. Вот. Только за счет… Звителю любили. Даже красивых иногда получалось. И режиссер очень верил. И зритель верил в это. Но МХАТ – это не с каноной. Вот. А мне очень хочется работать в этом театре. Да. Тогда не решим вопрос тогда. Вы? Да. Значит, вот… Вы верите в успех? По этой, да. Ну, да. Иначе я взялся бы за этой. Знакомые все лица, не правда ли? Вообще-то, батоны индиго свою кепи снимать среди бела дня не привык. Ну, уж очень не по себе было. Дочь ведь. А родная кровь. И уж очень маленький этот доктор. Какой-то невидный. А говорили ЦОПЕ. Верзила. Вот если бы он вино и фрукты принял, было бы на душе спокойнее. Но ничего. Человек видно ученый. И слушаются его тут все. И уважительный. И мы к нему со всем уважением. И наступил час Мананы. Я могу определить. Художество Раклий Габашвили. У кого есть эта операция, у кого нет, потому что они абсолютно снивелированы. Абсолютно одинаковые. Так что очень осторожно, на мой взгляд, следует к этому подходить. Художник Зураб Нижерадзе. Не создалась бы такая ситуация, чтобы на одно лицо бы все были бы. Я должен быть таким, каким я есть. Психолог Мзи Гоми-Лаури. Я должен быть таким, как все. Правда? Легче, спокойнее быть таким, как все. Я, например, как художник, я категорически против этого. Человек, который подвержен вот такому диктату в отношении своей внешности, своего телесного я. Я склонна думать, что он легче сменит свои позиции, жизненные позиции, принципы. Может быть, это и верно, но что делать, если люди хотят любить и быть любимыми? А высокий нос мешает высотим чувствам. Так ведь уже бывало. Я вижу парочки, обнявшись, нежно ходят. В мечтах забудусь я. И вдруг, в гигантской тенью, несчастный профиль мой, я вижу на стене. Он, да это пик, утес, мыс, что я не мыс, а полуостров целый. Смотрите вы за нос. Или перевесит он, и прямо головой ударитесь вы вдруг о камни мостовой. О, этот нос! Он не боится света? Чтобы он не потерял пленительного цвета, от солнца жаркого весны вы зонтичек ему бы заказать должны. Плачу, пойми, да разве смею, я думать о слезах с наружностью моею. Что, если бы чистейших слез поток по моему смешному носу тек? Дорогой Вахтанг, ты, конечно, волчебный, но то же самое, я тоже могу. Если бы у вас лежал здесь близкий, разве не торопились бы вы узнать, ну каким же он стал? А они пока что все на одно лицо, вернее, на одну повязку, не узнать. Батон Индиго не стал мудрствовать голову вперед, и пусть его узнают. Узнал. Если для Мананы главное было позади, то для Шурочки только начиналось. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И так человек сознательно сменил лицо. И это должно как-то отразиться на его судьбе. Но как? Обязательно повезет? А вдруг нет? Вы не боитесь, ребята? Лет 20 тому назад за Тверийское «Динамо» играл очень хороший, талантливый защитник, центральный защитник Рихвешвили. Артист, документатор Котэ Махаранд. Что стал чемпионом Советского Союза в составе Тверийских «Динамо» в 1944 году, затем был кандидатом в сборную Советского Союза, играл за вторую сборную. В общем, у парня было все впереди. И вот Вахтанг решил потребовать помощь другого Вахтанга, уже врача Вахтанга, Вахтанга Хурцидзе, и сделал операцию. И через полгода Вахтанга Хурцидзе приступил к тренировке. Но боясь, что это может испортить то, что проделал прекрасным врачом, он, кстати, стал осмотрительнее, с оглядкой играл, головой старался не играть, и постепенно дисквалифицировался, терял свои замечательные качества. Правда, он поиграл еще в Тверийском «Динамо» несколько лет, но того блеска, того мастерства, того уровня футбольного уже в Ореху Яшвили не было. Вот это печальная история. Что касается второго примера, мне как-то боязно даже называть этого футболиста. Вот только что сейчас переполнившие трибуны зрители наслаждались игрой этого футболиста. Он играючи раз за разом создавал голевые ситуации у ворот соперника. Но там операция была несложной, надо было чуть-чуть, так сказать, приукрасить. И так красивое лицо футболиста, и вот появился еще более красивый, такой же талантливый, неувядающий Владимир Гуцаев, который сейчас пленяет любителей футбола, и, что самое главное, пленяет девушек. Он настолько стал красив, что по сей день остался без жены. Вот примерно два случая. В одном случае, в смысле операции, все было блестяще проделано, но мы потеряли хорошего футболиста, извини, Вахтанг, за это. В другом случае, все на месте, футболист стал красивее, а играть стал еще и еще лучше. Я, в общем, испытывала судьбу, я хотела, в общем, этого. До того, как уехать на операцию, я понимала, что я куда-то, в какую-то работу я попадаю. С ним работать, конечно, одно удовольствие. И режиссер, ну, тот режиссер, которым бы хотел ты работать, вот просто по твоему сердцу, по твоему импульсу, по остроте, по точности. Ну, я уезжаю. Я все сделала, это тайно, никто не знал в театре. Вот. И когда я приехала, мы с ним встретились. Он был очень, то есть вопрос творчески был решен. Я не могла у него работать. Я нужна была ему та, рваная та, с той острым лицом, острая вот такая шура, понимаете? Я потеряла эту работу. И поэтому я очень волновалась о том, что я потеряю индивидуальность. Многие сказали, что просто все открылось, как будто лицо раздвинулось, разгладилось. И вот та душа, которая была, вот как будто она так вот выскочила, все полилось. Ну, спасибо, Вахтангу. Сколько лиц прошло перед Вахтангом, он всех и не помнит. А шура этих секунд никогда не забудет. Ну да ладно, что было, то было. И еще раз спасибо Вахтангу от нее и зрительного зала. И еще сотни приветов ему по телеграфу, по почте. И даже таких вот, на кинопленке. Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот и замыкается наш круг. Род Челария в полном составе торжественно встречает преображенную наследницу. Не подвел маленький доктор. Тбилисские медики расширили свой опыт. Мэтт сняли картину. А Манана приобрела красоту, которая опять же, как известно, страшная сила. Субтитры создавал DimaTorzok про Вахтанги наполнить его бокал. Не так ли? Не, это уже нет, это никак. Почему-то они не здороваются даже со мной. Видимо, сняются, откуда Вахтанг. На ком, значит, почему, что у них общего, значит, и... Открывают они, в общем, это дело. И потому, видимо, они и не превращают, и не здороваются. За Вахтанга Галактеновича. Так, значит, все вышло хорошо. Спасибо, значит, Вахтанге Галактеновичу. За остальных там всех сотрудников клинической нашей, значит... В больнице. В больнице. Всем желаю удачу, хорошего, здоровья. Дай Бог им всего хорошего. Я не знаю, изменив внешность, я перестану страдать? Я перестану уметь любить? Я перестану анализировать? Анализировать? Я не знаю. Операция, это момент такой, как бы, барьер между жизнью и смертью. Вот та граница, о которой я еще не знала. Вот, я просто невероятно. Хочется жить, и вот это действительно. То, что изменилось во мне реально. Мне хочется жить, мне хочется любить. А на вопрос вообще, что такое красота? Это так относительно. Я даже не знала. Я вам точнее скажу, может быть, так. Что есть красота? Почему ее обожествляют люди? Мне верить хочется, что сердце не игрушка. Сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чисто этот пламень, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит самый тяжкий камень. А если это так, то что есть красота? И почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота? Или огонь, мерцающий в сосуде? Может, мій маленькая душа? Субтитры создавал DimaTorzok